На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, до какой степени можно быть толерантным. Но этого слова не встречается в Священном Писании, но мы знаем основной принцип, что мы должны любить человека и не принимать греха, который в нем, что мы должны отделять человека от его греха. Поэтому именно мы должны, называя грех грехом, не осуждать человека. Вот это искусство видеть и добро, и зло в другом, которое совершенство является в прозорливости святых, оно, как ни странно, удивительным образом связано с навыком не осуждать. И это единственная, на самом деле, надежда исправить человека. Потому что если вы делаете замечание человеку или говорите ему о его ошибке, грехе или преступлении каком-то, с любовью не осуждая, он всегда это чувствует. Не всегда он готов исправиться, но для того, чтобы ему помочь исправиться, это единственный путь. Но при этом, конечно, мы должны быть непримиримы к тому греху, который в человеке, и мы не можем в нем участвовать. Вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, не можете пить чашу Господнюю, чашу Бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Именно на этом основано отлучение от причастия. То есть если человек совершает поступки, несовместимые с христианской нравственностью, заповеданным Христом, то он не может быть участником в чаше Господней, в трапезе Господней. В широком смысле слова, как в Царстве Божьем, так и в более узком, потому что оно здесь является через участие в причастии тела и крови Христовых. Поэтому есть вещи, на которые мы категорически не согласны. Вот есть такая знаменитая история из древнего патрика о том, как некоторые молодые монахи пришли испытать пожилого, преподобного Иоанна Колова. Колов — это по-гречески маленький, он был, видимо, малого роста очень. Иоанн Малый. Знаменитый духовник V века, конца IV-начала V века. И говорят ему — Авва, вот говорят, что ты всех осуждаешь все время, да, я всех осуждаю. Говорят, что ты имеешь пристрастие к вещам, и сребролюбив. Да, я сребролюбив, есть такой момент. Вот говорят, что ты там злоречив, да, злоречив. Говорят, что ты ленив, да, ленив. Говорят, что ты еретик. Нет, я не еретик. Вот, Авва, прости нас. А почему ты раньше соглашался, а здесь ты не согласился? Он говорит, понимаете, я победил себе начатки этих страстей, и я не грешу делом, но движение ко всем страстям я в себе обнаруживаю и борюсь с ними. Поэтому я могу сказать, что все во мне это есть, даже если я делом этого не выполняю. Но если я скажу, что я еретик, я буду отлучен от церкви. Я себя отлучу от церкви. Этого позволить я себе не могу, потому что это главное в моей жизни. И вот есть вещи, на которые мы соглашаемся, а есть вещи, на которые мы не должны соглашаться, и должна быть где нулевая толерантность. И, к сожалению, сейчас эти вопросы очень сильно обостряются. Вот, например, к так называемым однополым бракам, мы даже их так назвать не можем, у церкви должна быть нулевая толерантность. Мы не можем их признать, и пока мы христиане, мы их никогда не признаем. Как только мы их признаем, мы перестаем быть христианами и церковью. Вот здесь мы не можем ни томно улыбаться, ни отводить глаза, ни говорить, ну, у каждого свой путь, ну, ладно, ладно, вам нет. Этого мы не можем. И есть вещи, на которые мы не согласны. И не будем согласны. Другое дело, что мы не должны осуждать человека. Любой человек может воскреснуть и восстать от своего греха и быть спасенным Господом, пока он жив. Вот, но есть некоторые вещи, которые мы категорически не можем признать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok